Чуть больше полугода осталось до открытия международной выставки Экспо-2017. Несколько павильонов уже полностью готовы. Их передали первым пяти странам-участницам. Всего свое участие подтвердили 106 государств. На выставке они представят новейшие разработки в области альтернативной энергетики. В столичном Экспогородке побывала наша съемочная группа. Общая площадь выставочного комплекса Экспо – 174 гектара. Здесь расположены более трех десятков объектов – тематические, торговые, корпоративные павильоны, пресс-центр. Масштаб строительства хорошо виден на этом макете. Основная тема выставки – энергия будущего. Она должна привлечь внимание общественности к проблемам энергопотребления и призывать экономить ресурсы. Заявки на участие в международной выставке уже подали 106 стран и 17 международных организаций. Для них в Астане возвели 14 зданий, в каждом по пять павильонов. Каждая страна будет представлять свои передовые технологии в области возобновляемых источников энергии. Например, Япония, я хочу отметить, очень активно в этом плане ведет работу, будет показывать свои технологии тоже в этой сфере. Самый большой павильон у китайцев. Они займут тысячу квадратных метров. Жителям Поднебесной есть чем удивить посетителей выставки. Инновационные технологии в этой стране – одни из передовых в мире. А эта сфера – главное здание Экспо. Его высота около 100 метров. Чтобы конструкция надежно держалась, строители забили почти 140 свай. Уникальность этого объекта заключается в том, что стеклопакеты на данный момент приспособлены, то есть на них находится нано-керамика, где в зимнее время задержание тепла, а в летнее время не дает нагреваться полностью в сфере. То есть экономия в энергоемкости. А это Экспогородок. Он занимает 12 гектаров. К весне здесь появятся многоэтажки, в которых смогут останавливаться участники международной выставки. Всего 1374 апартамента класса «Голд» и «Сильвер». Уже готовы 55 номеров. Подрядчики на этом объекте – компании «Люкс-недвижимость» и «БиАй-групп». В Экспогородке оснащено полностью 55 квартир. Буквально до конца месяца будет дополнительно оснащено 150 квартир. На территории Экспогородка доступ будет только для аккредитованных лиц. То есть посторонние лица на территорию Экспогородка попасть не смогут. Строительство инфраструктуры для Экспо обойдется в 40 миллиардов тенге. Их выделили из республиканского бюджета. После завершения выставки деньги вернутся в госказну, а жилье получат очередники по линии «Батерик-девелопмент», говорят руководители нацкомпании. 90% объектов уже готовы. Церемонию открытия выставки проведут в этом конгресс-центре. Его общая площадь – 45 тысяч квадратных метров. Самый большой зал сможет вместить 2000 посетителей. Здесь пройдет более 25 форумов за 93 дня проведения Экспо. Конгресс-центр состоит из общего зала, который составляет 2700 квадратных метров, и из четырех небольших залов по 700 квадратных метров каждый. Рассказали представители национальной кампании и подробности ЧП, которая случилась на стройплощадке 16 ноября. Между павильонами рухнула мостовая конструкция. Ее уже восстанавливают. На этой кампании «Астана-Экспо-2017» средства не выделяла. Все затраты взял на себя подрядчик. Он обещает, объект будет сдан в срок – к маю. Официальное открытие выставки намечено на 10 июня. Она будет работать три месяца. Ольга Файзулина, Реат Шани, Рустам Тлеужанов. Новости МТРК.